Мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход сегодня на людях. Последнее время в жанре тактических стратегий было небольшое затишье. Как релик выпустила великолепный Dawn of War 2, так ничего действительно достойного и не выходило. Ситуацию будто бы случайно исправили разработчики из 1С, создав чуть ли не лучшую игру жанра за весь 2009 год. Встречайте, в эфире СтопГейм, видеообзор черных бушлатов. Если эти кадры вам кажутся крайне знакомыми, не удивляйтесь. Игра построена на движке в тылу врага 2 и потому во многом напоминает этот весьма достойный проект. Причем не только внешне, но и по геймплею. Нам дают в распоряжение нескольких солдат от 5-6 до 20 и приказывают, например, устранить вражеских зенитчиков или же помочь основным войскам выбить немца из порта. При этом противников всегда гораздо больше и мы в меньшинстве. Но все это было и в тылу врага, а черные бушлаты как-никак проект иной. И в первую очередь он отличается тем, что играем мы за советских морских пехотинцев. Про них раньше практически не разрабатывали игр, как-то обходили стороной столь важных бойцов, которым пришлось очень нелегко на протяжении всей Великой Отечественной. Вот об этих трудностях мы и узнаем, ибо все компании, а их тут несколько, основываются на реальных событиях. Одесса, Севастополь и многие другие города и порты точно воссозданы. Причем они такие же, какими были в 40-е годы. Впрочем, перед нами не учебник истории, и если вам не особо интересно, как и что было, то от этого черные бушлаты хуже не станут. Ведь самое увлекательное и интересное здесь – игровой процесс. Перед нами великолепный представитель тактических стратегий. Только посмотрите, насколько аккуратно приходится нам действовать. Стараемся использовать обходные маневры и постоянно придумываем всевозможные хитрости. На карте, как видите, очень много объектов, и все их надо брать в расчет. Можно прятаться за домами и внутри их, укрываться за деревьями, даже заползать под небольшие камни. И пока одни наши бойцы отвлекают противника, другие стараются подкрасться к нему сзади и подорвать. Есть здесь и более динамичные поединки, когда приходится, например, штурмовать оборонительные позиции неприятеля. Порой за 10 минут боя мы можем потерять 90% всех наших солдат, но иначе пробиться не получится. А ведь здешние миссии огромные и продолжительные. Порой одну приходится проходить по 5 часов, и не всегда нас ждет подмога. Черные бушлаты – одна из самых сложных тактических стратегий последних лет. Стоит немного ошибиться, как вас сразу же наказывает противник. Зазевались и солдаты мертвы. Решили далеко не отводить войска, их накрыла артиллерия. Немного поспешили, попали под пулеметный огонь. Здесь даже обороняться сложно, ведь врагов гораздо больше, чем ваших солдат. А союзник выполняет свои цели, ему не до морской пехоты. Обычно сложные игры быстро утомляют, но черные бушлаты – исключение. Разработчики сделали каждую миссию уникальной. То мы сражаемся плечом к плечу с толпой других солдат и штурмуем окопы неприятеля, то сами удерживаем линию фронта. Порой должны устранить лишь несколько фрицов в глухой деревушке, а иногда выплываем на берег и сразу же теряем солдат под пулеметным огнем. И всегда игра нам будет бросать вызов и требовать от нас чего-то невозможного. Кажется, что половину здешних миссий просто невозможно пройти. Но когда вы добиваете последнего фрица, и командование поздравляет вас с победой, кажется, что действительно совершили подвиг. Не каждый год выходят такие проекты, которые могут испытать на прочность даже очень умелых игроков. Всем любителям сложных тактических стратегий всячески рекомендуем. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, Если руки с ложа наблюдал свысока, А в борьбу не вступил с подлецом с палачом, Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубая отцовским мечом, Ты соленые слезы на уз намотал, Если в жарком бою испытал, Что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.